Привет, друзья, с вами Флок, это 46 выпуск Run BTS, мастерская BTS, будем сейчас смотреть. Кто хочет больше видео, разумеется, на Boosty подписывайтесь. Хотел сказать, кто хочет стримы на Twitch, но, блин, заблокировано всё ещё. Ладно, надеюсь... Ну, нет, в эти выходные не посмотрим, надеюсь, в следующие что-нибудь, да, начнём смотреть. Наверное. Ладно, давайте смотрим 46 выпуск Run BTS потихоньку, потихоньку мы так смотрим, смотрим и когда-нибудь всё досмотрим. Поехали. Run BTS! Где мы? BTS пришли в особое место, это керамическая студия. Мы что-то делаем сегодня, керамиком? Я часто играл на пианино, когда был младше, а также занимался такхандо. И гончарными изделиями, правда? Но я ничего не помню. Как это было тогда? Перед гончарной мастерской, в которую я ходил, стоял страус. Потому что всё, что я помню, это страус. Там был страус? Да. Это было в стране... Страусы росли в сельской местности. Это действительно был страус, круто. Воспитывающий страус, это так своеобразно. Я не могу помнить, это было вправду необычное животное, как страус. И это всё, что я помню. Что мы делаем сегодня? Сегодняшняя тема – мастерская BTS. Мастерская BTS. BTS попытаются изготовить керамику. Каждый из них сделает их собственную керамику и подарит друг другу, как подарок. И выбирающий мембер подарит свою керамику. Это секрет? Нет, вы выберете, вытягивая соломинки. Я могу подарить себе? Извините. Покажем друг другу на счёт три. Один, два, три. Ого. Джейхоуп Чонгук. Отлично, ого, мой любимый друг. Мы быстро решили. Обычно мы вытягиваем по два или три раза. Не думаю, что моё сохранится надолго. Кого ты выбрал? Потому что скоро это будет сломано. Он не сломает, как только получит. Я буду держать его в кабинете. Ладно. Не думаю, что моим будут пользоваться. Не думаю, что Чонгук будет держать это дома. А кто будет держать? Он всегда забывает вещи. Я дал ему подарок, когда мы были за границей. А он оставил его там. Он делал это раньше. Не уверен, что я вовсе получу. Мемберы подарят свои изделия из керамики. Эрэм Джейхоупу, Шуга Чимину, Джин Чонгуку. Джейхоуп Джин, Чимин Ви, Ви Шуге, Чонгук Эрэму. Мы не сможем сделать их самостоятельно. Может, у нас будет учитель? Давайте сегодня представим нашего учителя. Хастоп какой-то в полной. Давайте поаплодируем ему. Добро пожаловать. Здравствуйте. Пожалуйста, кратко представьтесь. Здравствуйте. Я занимаюсь гончарным производством уже 23 года. Ничего себе, 23 года. Меня зовут Хатэ Хун. Спасибо. Нашему младшему мемберу 22 года, понятно. А он уже 23 года занимается гончарством. Начал им заниматься до того, как ты родился. Давайте попробуем. Давайте сделаем. Давайте. Мы попробуем. Давайте сделаем это. Пожалуйста, научите нас. Спасибо. Ран, BTS. Это, о мой бог, глина. Глина для кончарства. Выглядит как большая закуска. Прикольно, когда получается вот такая башня и рушится у всех. С этого все начинается. Мы все так сделаем. Гуль. Мы должны это сделать. Он делает это как-то по-особенному. Это глина, которую мы сегодня будем использовать. После того, как сделали форму, ей нужно сохнуть от 3 до 5 дней. И вот что получится. Так что не получится сегодня забрать изделие. Не сможем. Не сможем. Затем изделие. А обычно ведь еще выпекают ее. То есть, вот, мне кажется, когда она сохнет, она не такая прочная. Ее же, по-моему, еще в печь засовывали. Изделие нужно запечь при 1250 градусах. По 1250. Что случится, если оно разобьется? А, ну то есть, сначала, получается, нужно дать высохнуть ей полностью, а потом уже запекать. Тогда оно будет разбито. И мое сердце тоже. Что ты будешь с этим делать? Кушать? Да, это слишком плохо. Думаю, что примерно 5 из наших изделий разобьются. Через 5 дней все изделия могут быть сломаны. Наши изделия все сломаны. Когда вы придаете глине форму, вы не должны наслаивать глину. Воздух увеличится, и изделие сломается. Ничего страшного, если один слой сломается, но если сломается один, то сломаются и остальные. Если в куске глины есть прослойка, просто выбросите сразу. Если есть прослойка, да. Пожалуйста, покажи нам, да. Потрогаешь эту сторону. Потрогайте эту часть. Текстура. Хорошо. У него слишком короткая рука. Ого, великолепно. Ритм, ритм. Попробуйте сейчас это потрогать. Теперь она мягкая, вы должны отбить ее. Плохая глина, плохая. Вот. У меня рукава не... Интересно, что ли? Потрогайте здесь, можете почувствовать разницу. Здесь она твердая, твердая. Просто отбив глину, она становится мягче. После этого вам нужно отцентровать глину. Держите правую руку внутри, левую снаружи, снаружи. Поднимайте. Если у нас получится делать хотя бы это, то сегодняшний урок будет успешным. Это уже выглядит как произведение искусства. Как ты будешь это использовать? Как украшение. Она хорошо отцентрирована. Если вы сделали это, можете начинать создавать форму. Ого, как круто. Джей Хоб, я пью много воды у себя в комнате, поэтому мне нужен большой стакан. Большой стакан? Я хочу большой стакан. Хорошо, большой стакан. Я сделаю тебе бокал. Было бы отлично. Я хочу что-нибудь такое. Большое, большое. Хорошо, я тебя понял. Тебе нужно кинуть глину. Что ты делаешь? Моя слишком легкая. Положить глину вот так. Вертиться. Слишком быстро вертиться. Это приятное ощущение. Чимин, убери за собой. Чимин, прибери. Чимин, Чимин. Как я справляюсь? Ты отлично справляешься. Видите, я лучший студент. Намджун, тебе нужна помощь. Странное ощущение от этого. Что? Странное ощущение. Что-то не так. Теплое. Юху. У меня сейчас беспорядок. Почему он продолжает пытаться быть комиком? Довольно классно выглядит. Как это выглядит? Видите, что я сделал? Молодцы. Ну, блин, надо было быстрее поднимать. Вот так. Опусти руку внутрь. Ого, молодцы. Теперь она высокая. Во! Вот я об этом говорил. Сейчас. Пам! Вот так вот. Великолепно. Это нормально? Это нормально, да. Да. Что мне дальше делать? Для первого раза нормально. Тебе нужно сделать... Это пониже. Это Эйфелева башня? Эйфелева, что это? Эй, подойдите сюда. Как вы все это делают, парни? Вы так хорошо справляетесь. Я сделал пончик. Почему она так вращается? Это что, граммофон был? Как думаете, почему моя глина так сильно приклеилась к кругу? По-моему... Не думаю, что мы поняли, как управлять педалью скорости. Вот что я чувствую по отношению к вам. Сердечко. Нам Джун, сердечко. Большое тебе спасибо, Джей Хоу. Немного криво. Как это исправить? Подождите, подождите. О, нет. Подождите. У меня все хорошо получалось, но когда я просто попытался что-то сделать... Ви, это для тебя. Почему снова отпала? Я тут с ума сойду. Нам Джун, ты довольно хорош. Эй, у тебя все готово. Нам Джун хорошо выходит. Вот, Нам Джун. Он действительно хорошо сделал. Для кого это делает Нам Джун? Для тебя, правда? Да. Учитель, пожалуйста, взгляните. Теперь плавно опускай, используя средний палец. Неплохо. Ты действительно хорош. Да. Ви так серьезен и сосредоточен. Но я не понимаю, что он хочет сделать. Выглядит, будто Ви занимается гончарством уже 10 лет. Да, он выглядит как гончар. Мое изделие готово. А что это такое? Ого, посмотрите на изделие Нам Джуна. Нам Джун хорош в создании вещей. Молодец, круто. Спасибо. Миска прям. Наконец-то я понял, как это сделать. Теперь понимаю, понимаю. Ну, прикольно сделать. Смотрите, действительно как. Юнги слишком быстро педаль нажимает. Вот эта вот скорость очень быстрая. Мне стоит просто сдаться. Пока. Сколько глины. Мы уже использовали? Сколько глины вы используете для одного урока? Вы превысили это число. Мы превысили лимит. Пожалуйста, дайте мне еще глины. Извините, можно мне еще немного глины? Извините, но можно еще, да. Можно мне еще глины? Можно еще немного, пожалуйста. Можно мне еще глины? Пожалуйста. Ничего страшного, если мы используем. Нет. Как олимпийский факел. Да, отлично. Чонгук, это лампа для твоей комнаты. Отличная работа. Могу я сделать глубже? Что ты делаешь? Не уверен. Хочу, чтобы оно было глубже. Вопрос не в том, что мы делаем. Вопрос в том, что мы можем сделать. Это так. Время выбрать и сцентрироваться. Очень хороший вопрос. С уверенностью могу сказать, что у меня нет таланта к гончарству. С уверенностью. Да, у меня тоже. Мне нужно остановиться. Для кого я это делаю? Для Джина. Как тебе? А что это? Это твой стакан. Что я делаю? Давай же, соберись, парень. Это впервые, когда у всех ничего не получилось на ран BTS. Нам Джун хорошо справился. Ну, мне кажется, что я почти доделал, но потом все сломалось. У всех. Хотя у Нам Джуна очень красивая чашечка вышла. Я просто балуюсь, потому что от этого приятные ощущения. Чонгук хорошо справился. У Чонгук отлично получилось. Вот, хорошо, я сделал тарелку. Да. Выглядит круто. Джей Хоб хорошо справляется. Горшточек, прям такой горшочек. Вот, вот, вот. Это пистолет. Разве это не базука? Хорошо, хорошо, Нам Джун, я хочу сделать одно. Да, ты можешь это сделать. Что это? Я кое-что сделал. Не уверен, что это то, но я закончил. Сколько у нас осталось времени? Слушайте, у Нам Джуна талан. О, 10 минут. 10 минут? 10 минут, это много времени. Теперь я профессионал. Неплохо делай. Вот, название. Всемирная чаша. Кубок, кубок. Это сердечко. Первый горшок, второй кубок. Он хорошо справился. Вот что случается, когда сидишь рядом с Шугой. Все нормально, не психуй. Извини, но я не хотела этого делать. Так не получится. Учитель сказал, что не должно быть пузырьков. Спасите меня. Я спасу тебя. Оно умирает. Просто срежь это. Нет. Джин, как дела? Это горшок? Отлично. Джейхоп, чем больше, тем лучше. Эта глина выиграет. Оно мне не слушается. Что с ней не так? Посмотрите на мои штаны. Они круто выглядят. Винтажные штаны. Разве это не круто? Там это. Действительно, выглядит круто. Я заберу их домой. Останови, затем сними их. После того, как остановлюсь... Как называется третье изделие? Нируми. Что это значит? Объектив камеры. Правда? Давай, Джин. Прости. Прости. Мне было скучно. Я никогда не прощу тебя. Да ладно. Ого, Джин. Подержи. Подождите. Он испорчен. Нет, может я еще могу спасти его. Хорошо, я закончу. Молодцы. Вот маленько бы туда еще. Я сделал много ошибок. Слегка туда нагнуть. Ходи, ты тоже. Хорошо, я закончил. Да, миска неплохая. Вот еще маленько вот так вот ее надо было. Великолепно. Нам, Джин, смотри. Была бы вообще ровненькая. Отлично, время вышло. А что, я не понял, вот эти вот миски тоже они сделали? Да нет, нет, нет. Это примерно. Бер, Джин, ты можешь пытаться. Ты сделал крендель? Отлично, Джин, похоже на пасту. Отлично, это как спагетти. Это было тяжело. Ты много сделал. Он много сделал. Чонгук выглядит отлично. Это похоже на горшочек с медом. Мы закончили. Похоже, да, как будто бы, знаете, вот это ручки бы еще и... Мы не должны украшать. Да. Сейчас вы будете украшать свои изделия. Соусница. Я смогу это сделать? Это вообще возможно? Думаю, ставить все как есть. Лучший вариант. Нижняя вращающаяся часть. И вы можете вот так... Наверное, сейчас вот какие-то рисунки, узоры, да, будут на них делать, потому что раскрашивать все рано. Рисовать. Да. Ты сделал так хорошо. Это специальная краска для керамики. Вы можете использовать ее для украшения. Я прикрепил сюда розу. Пожалуйста, посмотрите, что это. В смысле? Реально? Серьезно? Раскрашивать? Краской прям будет? Да, оно же еще не высохшее. Никакой смысл раскрашивать. Не понимаю. Цветок. Это для Ви. Просто украшение. Но это вообще-то мое, а это для Ви. Этот шарик для Ви? Что значит шарик? Это должно было быть сердечком. Это как торнадо. Это произведение искусства. Ви все о громкости. У меня шесть. Шесть предметов. Какой достанется мне? Мне достанутся все они? Да. Джей Хобб, я просто собираюсь сделать так, как нравится мне. Чимин, я напишу здесь. Чимин, сердечко. Надеюсь, Чимин будет пить воду из этой чашки. Будет, будет. Наверное. Я должен выгравировать РМ. Оно должно кричать. Джин. Джей Хобб, смотри. Чашка дружбы. Неплохо, да? Это вовсе неплохо. Ви, не удивляйся сильно, когда это выйдет потрясающим. Что ты делаешь? Сколько потребуется времени, чтобы закончить? Около двух недель. Они, возможно, не вернутся сюда. Они могут сломаться. Ого, правда. Это действительно отлично. Это действительно отлично. Заверните, пожалуйста. Я почти закончил. Время вышло. Давайте будем творческими. Вот так. Круто. Нет, вовсе нет. Разве время вышло все? Остановитесь. Остановитесь. Пора заканчивать. Время положить ваши кисточки. Чимин, положи, положи свои кисточки. Прекратите. Прекратите. Больше нельзя. Чимин, больше нельзя. Чимин, отложи свою кисточку. Хорошо. Больше нельзя. Чимин, прекрати. Хорошо, я все. Закончил. Ты должен быть один из тех учеников, которые никогда не делают то, что им говорят, да? Что? В первом и втором классе. Что? Я был президентом класса 9 лет. Ого, ты никогда нам не рассказывал. Прекрати делать это. Давайте закончим. Я должен добавить. Ви, прекратите. Остановитесь. Хорошо. Начнем с Шуги. Пожалуйста, представь свои изделия. Это чашка Канхпадо. Название. Подпись, которая доказывает, что это сделано мной. Там подпись где? Это худшее. А здесь Чимин сердечко с другой стороны. Поскольку это Чимин, я добавил Чимин сердечко. Где Чимин сердечко? Ого, это действительно круто. Джей Хоб, спасибо, Шуга. Джей Хоб, у меня классная. Мой классический стиль. Классика. Я хочу раскрутить это. Ого, Джей Хоб. Ручка слишком длинная и слишком она далеко отвалиться может. Это подарок для Джина. Ну, прикольно. Молодец. Я решил сделать в классическом стиле. Тарелку для закусок. И 500 мл чашку. Чашка великолепная. Не уверен, что он положит туда. Надеюсь, он нальет что-то хорошее, чтобы попить из этого. Спасибо, это замечательно. Нам Джун, Нам Джун. Концепт моих поделок – гармония Востока и Запада. Они, мне кажется, да, должны быть более вот такой вот формы. Я не знаю, потому что если она вот так вот будет, мне кажется, она отвалится. Джей Хоб и РМ. А вот так ты ее держишь? Зеленый – любимый цвет Джей Хоба. А красный символизирует его. И я выбрал темно-синий и коричневый для украшения своей стороны. Я собираюсь использовать как тарелку для хлопьев. Я целый год с этой кружкой сижу, блин. Целый год. Magic of Christmas. Merry Christmas. И скоро, блин, вот это уже будет. Да, целый год я сижу вот с этим вот. Летом. Весной. Осенью. Пофиг вообще. Хлопья. Хорошая идея. Это так. Чангул. Это для кого? РМ. Это выглядит действительно хорошо. Разве? Это потрясающе. Для чая. Я хотел сделать крышку, но мне не хватило времени. Прикольно. Вот еще бы внизу вот маленько подровняло. Было бы вообще шикарно. А так прикольно выглядит, действительно. Ты можешь использовать свой кулак, чтобы прикрыть сверху. Ты можешь использовать это для зеленого чая. Чайник и чашка для чая. Спасибо. Это действительно круто. Джин. Подумайте о том, когда вы заказываете еду. Тарелка для лапши. И когда еду приносит. Тарелка из пенопласта плоха для вашего тела. Это тарелка для того, когда вам нужна большая тарелка. Чтобы взять еду с собой на вынос. Я на днях смотрел американскую драму. И видел большую тарелку, похожую на эту. Я знаю. Они использовали тарелки, как эта, для Рома. Как товарищи по судам. Да, в этом концепте. Что? Ой, господи, блин. Как жалко его. Он случайно на педаль нажал, блин. Катастрофа. Ой, 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 ой. Чьи-то под очи там подарки. Ой, блин, жалко. Вот что происходит, когда ты не выключаешь машину. Блин. Ну, ё-моё. Я ждала инцидента вроде этого. Ох, мой живот. Ой. Оно раздавлено. Мой живот. Я закончил. Так смешно. Ну, жалко всё равно. Я хотел сделать упор на чистоту глины, да. Я не хотел испортить оригинальное качество. Поэтому я не мучил. Я хотел сохранить всё, как есть. Это немного похоже на то, с чего пили греческие боги. Да, винные бокалы. Как бокал нектара. Ты понял меня. И вторая вещь – роза. Но я думал, что роза твоя. Да, она моя. Что, если взорвётся? Он сказал, что она не взорвётся. Он сказал, что всё будет в порядке. Но теперь, когда я смотрю на лицо учителя, кажется, она может взорваться. Она будет выглядеть красиво, когда будет готова. Ладно. Ви, вперёд. Пожалуйста, расскажи нам о своей работе. Думаю, что падение последнего изделия было частью его представления. Он всё это спланировал. Итак, это окончательный результат. Да. Что это? Это раздавленный кувшин. Вода должна выливаться отсюда. Как ты нальёшь туда воду? Как ты нальёшь туда воду? Как ты нальёшь воду? Если вы хотите вылить воду из этого, вам нужно будет хребать около двух часов. Воспоминания. Всё же, тоже прикольно. Часов. Кап-кап-кап. Я не могу найти отверстие. Я потом найду его. Надеюсь, сегодня найдёшь отверстие. Он должен продолжать смотреть. Он всё ещё смотрит. Я не смотрю. И движется дальше. Это хорошо сделано. Название шестерёнка. Её почему? Механизм. Вот так. Рукоять. Так вот, как используешь это. Но это не похоже на движущуюся ручку. Это до сих пор не запеклось? Вот так, Ви. Ты можешь налить вот так. Ви, разве это не так? Что если ты обожжёшься? Да. Вот почему я сделал это так. Это действительно артистично. Хорошо. Искусство это сложно. Те двое сражаются. Эти двое не ладят. Похоже, эти двое сражались. Вот все эти кусочки соберутся в одном произведении искусства. Эти четыре являются частью одного произведения. Он думал об этом в общем соотношении всех частей. Это как Диэнэй. Разве это не хореография? Это для саке. Бутылка саке. Это как это открыть? Ты предполагаешь вот так наливать саке? Или малиновое вино? Зачем? Малиновое вино? Какой сделан из белой глины? Это последнее. Это? Как то, что мы делали на Гавайях. Это морская ракушка. Здесь тоже дырка. Должно быть. Отверстие. Что ты вложил в это? Тебе понадобится воронка. Используйте это вот так. Когда направляешь... Ну блин, жалко. Поделки-то ведь прикольные были. А сейчас вообще пофиг. Ему уронил, не уронил. Пытается, знаете, как-то вот это. На артистизме на своем. Это вот так. Вот это. Вот это. Это прикольно, блин. Круто. Молодец, что не растерялся. Не расстроился. Ну блин, ну это же действительно память. Как есть, так и есть. У кого-то красивее, у кого-то мятая, там, в лепешку и все. Ну что сделаешь? В этот модный корейский ресторан, они используют причудливые горшки, как этот. Небольшое отверстие наливайте вот так. Разве не дуть? Потрясающе. Этот был самым забавным. Теперь у нас все готово для наших изделий из керамики. Мне любопытно посмотреть, какими они выйдут. Да, мне тоже. Это так забавно, как они упали с колеса. Так весело. Так весело, не могу перестать смеяться. Великолепная картина. Сейчас давайте поблагодарим учителя. Спасибо, спасибо вам. Вам должно быть было трудно учить нас. Спасибо вам. Было очень сильно весело. Спасибо. Очень сильно весело. Огромное спасибо вам. После этого больше и больше людей будут интересоваться. Венчарный мизик. Что я такого сказал, друзья? Очень сильно весело. Это была большая честь. Пожалуйста, сделайте репост о керамике для публики. Вероятно, вам было трудно научить нас. Сделаем закрытие. Когда мы скажем ран, пожалуйста, скажите BTS. Если вы скажете ран, мы все крикнем BTS. Отлично. Пожалуйста, говорите медленно. Да. Ран. BTS. Керамика. Так сильно весело. Спасибо. Пожалуйста, проявите. А сейчас, может быть, покажут моменты, когда они уже будут готовы, там, запеченные, все дела, вот эти... Керамики, пожалуйста. Это было весело, действительно. Две недели спустя их произведения готовы. О, класс. Здравствуйте. Полностью готовы, через две недели. Хотя они работали впервые на колесе, они справились действительно хорошо, и, как вы можете видеть, все они уникальны. Они... О, вообще классно. Все выглядят отлично. Трудно сказать, но белые глиняные изделия... Какие крутые получились вообще. Или два изделия действительно бросаются в глаза. Они получились великолепными. У этого великолепная форма. Чашка чимина. И этот тоже хороший. Такие красивые, да, получились. Чашка Рэма. Все так уникально. Слушайте, а нет, смотрите, держит-то нормально. Они будут переданы мемберам. Нет, даже Техеновские вот эти очень крутые получились. Прикольно. В месте, которое когда-то было мирным, можно почувствовать тяжелое напряжение. Посторонние планируют украсть камень армии, который защищает город. Вы должны найти постороннего. Что происходит, когда мембер BTS выходит на сцену? Чё это такое? Они собирают подсказки, чтобы... Я видел его, это бесполезно. Найти постороннего. Никто не искал подсказки более усердно, чем я. Это была самая важная подсказка из всех. Это не я. РМ самый умный механик. Это что такое, спойлеры, что ли? Они приезжают в синюю. Да, походу это спойлеры, друзья. Ну вот. Ну слушайте, я не думал, что получатся такие крутые работы, даже из того, что вот, блин, у Техена, да, вот эта вот упавшая. А в итоге получилось очень прикольно. Так что, блин, очень круто. Так, судя по всему, следующий выпуск, это не продолжение, но вот он будет интересным. Я его не смотрел, ли это ли не этот, блин, Амон Каст, который где они бегали, по-моему, нет. Вот. Но очень похоже было. Они искали, кстати, может быть, это вот тот выпуск, где я BTS, кстати, из этой серии. Вот. Или там какие-то 80-е. Ну ладно, я уже не раз об этом спрашивал. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Довольно веселый выпуск. Да и в принципе, как все. Да, у них нет скудных выпусков, таких скучных. Не, есть, правда. Где они вот разгадывают какие-то, знаете, вот корейскую тему, вот эту вот, вот мне скучно, не понимаю ничего. Ну, все равно весело, потому что они там угорают, смеются. Вот это вот прикольно. Да, хотя сидишь сам такой, что, не втыкаешь вообще, что происходит? Ну, вот такие вот выпуски я люблю. Они вроде бы спокойненькие, но вроде бы и веселые. Вот Тэхён выпуск, грубо говоря, вот это своим падением всего вот этого, он просто его раскрасил конкретно. Да, предыдущий выпуск тоже очень понравился, хотя, ну, такой простенький, да, был. Ну, прикольный. Вот для себя даже что-то вот новое узнал, да. Классно. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Флок. Все ссылки в описании. Всем пока. Давайте. Давайте. Продолжение следует...